Друзья мои, огнем Прометея разорвем мрак, посеянный неучами в нашей стране. Сегодня мы поговорим о земле. Собственно говоря, уже скоро ее сделают товаром, хотя земля принадлежит не только нам, но и еще нерожденным поколениям. Но вопрос даже не об этом. Вопрос в том, что однажды в истории это уже было. Я хочу сегодня вам рассказать ту самую поучительную историю из Римской Республики. «Карфаген должен быть разрушен», — бесновался сенатор. Так достал всех, что таки решили послать Гракха исполнить его волю. Исполнил. Повоевал. Шел домой с войны по Северной Италии и видел огромные земли без людей. А по центру огромных участков стояли шикарные вилы, на них работали сотни рабов. Теперь их называют комбайны и трактора. Так дешевле. Чем больше площадь и чем меньше на земле граждан, но больше рабов, тем выше прибыль. Но прибыль единиц. Те, у кого было мало земли и кто работал сам или с гражданами, не могли конкурировать и бросали земли. Их забирали богатые, а граждане пополняли люмпен в Риме. Теперь они не могли служить в армии. Шли годы. Тиберий много воевал, продвигался по службе. За эти годы он понял, что сила войска в земледельцах. Пока число их велико, ничто не страшно Риму. Ни бунт, ни полчища захватчиков. Возвращаясь из похода, увидел Тиберий бедных путников. Отчего не весело? Плохие дела о Тиберии. Заморские походы длительны. Вернулся, а поле поросло бурьяном. Мотыги разворованы. Стал жену корить. Да что с нее? Продал за бесценных земли богачу-соседу. Теперь иду в Рим. А у меня сосед-сенатор отобрал участок. Вновь скачут кони. Вдоль дороги отобранные богачами у сограждан поля и виноградники. Не видно больше свободных земледельцев. Одни рабы. Повсюду невольники из чужих краев давят винограды, масло и заливок. Дешевый труд. Все сомнения в хозяйствах земледельцев это обходится дороже. И это тоже причина их разорения. Рим бурлит. Речи ораторов призывают к переделу земли. Бедняки верят Тиберию Граху. Голосуют за него в народные трибуны. Тиберий. Пусть ни одна семья не пользуется более чем тысячам югеров государственной земли. Да будут отобраны ее излишки и небольшими участками без права их продажи розданы беднякам. Вета кричит Октавий. Это такой активист, купленный либералами и инвестбанкирами в награду за продажу родины, получившей мандат трибуны. С ними запрет, говорит ему Грах. А если боишься потерять собственные земли, я компенсирую тебе все из моих собственных средств. Октавий неумолим. За его спиной стоят те, кто его купил. Тиберий ставит на голосование и побеждает. Октавий опозорен и лишен должности. Богачи в ярости. Разбой! Далее каждый сам может прочесть о том, как братья Грахи совершили земельную реформу, какие там были плюсы и минусы, ошибки и как за это убили Тиберия.